Приветствую танкисты! Совсем скоро вам предстоит сразиться с врагом на локации под кодовым названием Старая Гавань. Меня назначили ответственным за подготовку операции. Место слабо изучено противником, поэтому после инструктажа вы будете иметь ощутимое превосходство в бою. Перед вами Старая Гавань. Название говорит само за себя. Карта окружена горами и небольшими домиками местных жителей. В центре боевых действий порт. Построен с размахом целых два сухих дока с грузовыми баржами, кранами и кучей контейнеров. Видимо работа была прекращена внезапно, грузы все еще находятся на палубах, да и не только там. Нижняя часть локации практически не застроена, холмов, кустов и других природных укрытий достаточно. В центре обозначенной территории расположен бункер. Он состоит из двух пересекающихся тоннелей. В подобных местах вы еще не сражались. В общем место живописное, есть на что посмотреть. Главное не забудьте, зачем вы туда приехали. Порт. Место для крепких машин с приемлемой подвижностью. Основных маршрута тут два. Длинный. Он проходит вдоль моря. Здесь укрытий точно хватит на всех, а танки неплохо защищены от прострелов арты. Главная задача бойцов у моста проникнуть в доки и не пустить туда противника. При поддержке ПТ-САУ заблокировать здание будет проще. Если союзникам удастся прорваться внутрь, вы уже на полпути к победе. Оттуда очень удобно вести огонь по врагам у моста. А если разрушить ворота, то откроется отличный прострел на группу противников у центрального въезда в бункер. Довести дело до победы при данном раскладе – дело техники. Второй маршрут. Самый быстрый способ добраться до вражеской базы. Танкам без брони тут делать нечего. Ведь придется держать удар не только от таких же ТТ напротив, но и от ПТ вдалеке. Эта зона отлично ими простреливается. Но не стоит расстраиваться раньше времени. Тут тоже есть где развернуться. Можно подняться на бункер и поддержать союзников на зеленке. Либо выбить с возвышенности на зойливые легкие танки. Если почувствуете, что сдержать врага не удастся, отступите и попробуйте вести огонь из других точек. В целом направление крайне важное. Если враг получит здесь значительное преимущество, ваши союзники быстро будут выбиты из доков воды. Бункер. В таких местах вы еще не бывали. Бункер представляет из себя систему тоннелей, над которыми расположена большая площадка. Машины могут располагаться на двух уровнях одновременно. Имейте это в нижний ярус имеет четыре точки входа. И если вы не уверены в бронировании своей машины, не советую туда лезть. Бои ведутся на короткой дистанции, укрытий немного, артиллерия не имеет возможности атаковать. Рассчитывать можно только на сталь вашего танка. Захватить эту часть бункера непросто. Нужно постепенно продвигаться вперед от укрытия к укрытию и танковать вражеские снаряды. В случае успеха вы сможете поддержать атаку в порту и быстро достигнуть базы противника. Что касается площадки, то это вотчина ЛТ. Тут есть отличные позиции для подсвета и поддержки союзников. Особо отважные танкисты могут попробовать занять ее и на других типах техники. В некоторых боях тут может найтись место и для СТ, однако отступить будет крайне тяжело. Практически вся площадка отлично простреливается с «зеленки». Но стало время поговорить и о ней. «Зеленка» — это очень широкое и сложное направление. Поэтому приоритетных классов тут нет. Практически любой танк будет полезен. Основное сражение происходит в зоне моста. Стороны сталкиваются в низине и ведут бой. Есть несколько способов добраться туда. Через центр по короткой траектории, вдоль красной линии и использовать промежуточный вариант. Чем быстрее ваш танк, тем короче может быть путь. Если вы на ЛТ, не теряйте времени зря. Ваша задача обозначить цели для союзников, в первую очередь для ПТ. Позиций для этого класса тут более чем достаточно. С данных точек открывается отличный вид на центр и на выезды из бункера. Отсюда частичный прострел низины. Хотя если ЛТ противника не был уничтожен в начале сражения, стоит опасаться за света. ПТ не способны продавить направление из кустов. Это задача для ТТ, СТ и упомянутых легких танков. Атаковать противника через центр нужно стремительно. Задерживаться тут опасно. Зона отлично простреливается с центра. Так что данный вариант нужно использовать с осторожностью. Тропинка за мостом гораздо более безопасна. Такой путь тоже сложно назвать летней прогулкой. Однако тут вы убережете свою машину от урона с фланга. А противник при грамотном подсвете всегда будет на виду. А уж если удастся зажать врага в клеще с двух сторон одновременно, успех гарантирован. Как вы видите, локация крайне обширная. На поле боя найдется место любой машине. Если вы внимательно выслушали мой инструктаж, в начале сражения вас ничто не смутит. Однако развитие схватки сложно предсказать заранее. В пылу битвы не забывайте про миникарту. Ищите бреши в обороне противника и при необходимости меняйте позицию. Куда бы вы ни направились, в гигантский порт, в каменный бункер или на зеленые холмы. Ваш танк везде будет полезен. Инструктаж пройден. До начала сражения остались считанные секунды. Отправляйтесь на старую гавань и покажите, чему научились. Удачи, бойцы! Редактор субтитров А.Семкин